За моей спиной музей военно-морской славы на острове Кронштадт. Друзья, мы находимся в Ленинградской области, Санкт-Петербург. Площадь 18 тысяч квадратных метров. К нам прилетела задача. Необходимо было выполнить сложные элементы на территории кровли, а именно в парковой зоне, и также фасады по технологии ЛСТК 3.0. Это музей военно-морской славы. По всем телеканалам показывали, как через весь Петербург везли вот этот атомноход «Ленинский комсомолец». Подводная лодка, которая здесь стала главным экспонатом этого военно-морского музея. Когда проектировался этот военно-морской музей, была получена большая объемная архитектурная концепция. И когда нам показали эту концепцию, спросили, «Володь, хотел бы ты поучаствовать со своей командой в таком проекте масштабном?» Ну, конечно, мы согласились. Мне очень приятно, когда нас зовут на такие сложные объекты. Мне очень приятно, когда нам позволяют давать решения, рекомендации для реализации таких сложных форм. Потому что изначально, для того, чтобы все вот эти сложные формы выступа на кровле и вот эти фасады реализовать, у заказчика была гипотеза сделать это из деревянных конструкций, сделать это из бетона, сделать это из черного металла, вот эти сложно выступающие формы. Но все эти концепции, гипотезы отлетали. Потому что это все был бы ручной человеческий труд. То есть, мало того, что ты проектируешь цифровой модели, потом тебе это нужно как-то передать в чертежи и в ручном режиме каждый элемент разных форм собрать. Представляете, какое огромное количество людей необходимо было бы на этой площадке, чтобы сделать вот такую сложную геометрию этих форм. Соответственно, наша технология позволила принять от заказчика цифровую модель. На основе вот этой цифровой архитектуры в формате Revit мы перевели на наш каркас, спроектировали несущую форму, отвечающую необходимым требованиям снегу, ветру, которые находятся здесь, вот в этой местности. И мы спроектировали вот эти треугольники и сложную форму трапеции, которые сейчас видим на кровле. Это сложная форма, здесь нет ни одного повторяющегося элемента. Просто задумайтесь, как это можно было бы из дерева или из черного металла. Это просто колоссальная трата времени, денег, даже если у вас хоть толпы, не знаю, рабочих, которые это могут сделать, но это дорого. После того, как цифра была утверждена в проектной документации, была разработана рабочая документация и направлены файлы в производство. Но, друзья, мы же любим, как говорится, героизм. Поэтому, конечно, на площадку мы доставили оборудование. Это было два станка, серия F-профиль и серия 90-й профиль LSTK 3.0. Сюда было завезено сырье прямо на кровлю, складировалось прямо там, на крыше. Мы занимались производственными конструкциями, там же их сразу собирали и монтировали. То есть, представляете, сколько мы сэкономили? То есть, условно говоря, в противном случае кто-то в каком-то металлическом цеху должен был из черного металла сварить эти конструкции, привезти их под первый этаж, под цокольные этажи. Тогда еще здесь тяжелые подъезды были, потому что тащили подводную лодку. Потом краном это все поднимать наверх, сколько раз надо было поднять. Потом краном там же наверху это надо было монтировать. Либо все это делать в ручном режиме. То есть, на мой взгляд, без технологии LSTK 3.0 это, в принципе, было бы нереально реализовать. И вот на этих двух станках за два месяца было произведено 18 тысяч квадратных метров конструкции. На месте монтажники собирали и тут же монтировали. Я очень люблю такие примеры. Это мне напоминает, как мы реализовывали стадион для Сергея Николаевича Галецкого. Стадион iPhone, стадион номер 2 Краснодар. У нас тоже ролик по этому поводу выходил. Поэтому приятно, когда технология LSTK от фабрики каркасов доказывает свою эффективность не на словах, а на деле, на таких масштабных больших объектах. Друзья, 18 тысяч квадратных метров. Не каждая компания может похвастаться такими замечательными объектами. И вот за моей спиной сейчас находятся стены. Все эти уклоны, которые зашиты фальцем, это тоже была примена системой LSTK 3.0. Это были стеновые карты, которые в цифре были обыграны по контуру. Соответственно, этими картами нашивался фасад, то есть, вернее, его подсистема. Потом он пошивался листовым материалом, и на нее уже накатывалась, соответственно, фальцевая кровля. И получилась вот такая красота. Конечно, видео, возможно, не передает. Поэтому я вам рекомендую всегда приехать. Особенно в летнее время, когда кровля открыта, и можно погулять прямо на парковой зоне на крыше и увидеть это все своими глазами. Нас радует то, что этот объект всегда открыт. Можно на него зайти, посмотреть, пощупать и удивиться вот этому объему. Это в очередной раз показывает пример, как легко можно осуществлять самые сложные фантазии. Казалось бы, на первый взгляд, очень сложная концепция, очень дорогая. И то есть, изначально не было понимания, как это реализовать. Но у архитектора была задача сделать. С помощью технологии LSTK 3.0 от фабрики каркасов эта технология, соответственно, позволила реализовать такой концепт. Кто знает, возможно, того, что заказчик бы не нашел решения по строительным материалам, пришлось бы поменять концепцию, пришлось бы изменить покрытие кровли, пришлось бы, может быть, изменить формы этих трапеций, сделать их, может быть, однотипные. Но фабрика каркасов позволила сохранить идею. Поэтому мы всегда говорим, что технология LSTK 3.0 от фабрики каркасов – это возможность всей идеи архитекторов доводить до успешной реализации в той форме, в которой изначально он придумал. Да, и, конечно, когда подрядчику передавались все чертежи и передавались сами конструкции, мы сделали отдельную инструкцию, как собирается этот профиль, как скручиваются болты. То есть мы сейчас говорим про F-профиль. Мы передали полную инструкцию, на основе этой инструкции был произведен весь монтаж. Друзья, а еще наша команда очень сильно гордится тем, что этот объект посещал сам глава государства. Он и команда посещал этот объект. Упал взор, конечно, нашей конструкции, потому что их нельзя было не заметить. Ну, понятно, мы лично не встречались, но, как говорится, нас и не ругали. А если не ругали, значит, уже молодцы. Поэтому приятно, приятно, что мы участвуем в таких проектах, которым непосредственно имеет отношение первые лица государства. И тут, конечно же, надо сказать, что это просто, опять же, пример реализации любой сложной архитектуры с применением технологии Востока 3.0. Конечно, я понимаю, что чем больше архитекторов, профессионалов будут знать о таких решениях, потому что кому попало, такие проекты проектировать не дают. И чем больше профессионалов будут знать о такой технологии, о таких решениях, тем больше красоты в нашей стране мы можем сделать. Поэтому, если вы являетесь архитектором, может быть, вы главный инженер проекта, который влияет на разработку узлов и утверждение их, обращайте внимание на технологию. Если что-то непонятное, вам нужна наша консультация, есть наши телефоны, я лично всегда для таких больших проектов предоставлен к вам 24 на 7. Есть вопросы, позвоните нам, как экспертам в области Востока, и мы ответим на все эти вопросы. Неважно, в какой точке нашей великой России вы это строите. Спасибо за просмотр!